Пять городских катков, ярмарка в центре Владимира и новые арт-объекты. Программа новогодних мероприятий готова. Об этом рассказали в администрации города Владимира. Но в связи с распространением коронавируса, торжественных открытий новогодних площадок не предвидится. Окончательный же перечень праздничных мероприятий будет известен после 15 декабря, когда областные власти определятся со списком коронавирусных ограничений. Например, ярмарочная торговля на Соборной площади открыта уже с 10 декабря. Каток откроется без какого бы то ни было торжества, прошу прощения, но таковы условия. И мы ждем вообще 15 декабря, как мы, собственно, по поводу не только мероприятий, но и в целом по изменениям каким-то или не изменениям. В общем, я так думаю, что конкретика будет вот уже в ближайшие дни, когда мы будем точно понимать, каким образом мы будем проводить эти новогодние праздники. Например, традиционный забег Дедов Морозов пока также под вопросом. Но зато известно, что люди смогут посетить городские катки. Всего у Владимира их будет пять. В Добросельском парке, в Центральном парке культуры и отдыха, на стадионе Лыбедь и в Ледовом комплексе Владимир. Также покататься на коньках и сделать памятные фотографии можно будет на бульваре имени Пушкина. Если все будет замечательно, то 17 декабря будет праздничное открытие катка. В этом году каток представит собой образ по сказке Ганса Христиан Андерсона «Снежная королева». Будут красивые фотозоны, где можно не только покататься, но и запечатлеть на память приятные моменты. Во Владимире состоится и рождественская ярмарка в парке Липки. Испанский десерт, венгерские калачи, судульская медовуха, а также сувениры с символикой Нового года. В 28-ми шале будет представлена продукция более чем 30 предприятий. В основном у нас размещается продукция от производства кожи, солений. Это все производится в Владимирской области. Значит, сувенирная продукция. Представлено 8 предприятий общественного питания. Также будет представлена кухня. Это традиционно у нас шашлыки, люля-кебаб, кондитерские изделия. Это разного рода булки. В администрации города не забыли и о новогоднем украшении города. Подсветка деревьев, световые шары, разнообразные узоры. На Соборной на следующей неделе появится новый арт-объект. И хоть чиновники не уточнили, какой именно, не исключено, что речь идет о символе Нового года – тигре. Алексей Домнин, Руслан Павлухин, 6 канал.